Куда обратиться, когда необходимо достать, казалось бы, бесследно утерянные документы, например, о месте своей прошлой работы и трудовом стаже? Помогут специалисты из городского архива. Раньше эти и многие другие документы, которые могут понадобиться горожанам, хранились в одном из отделов управления делопроизводства. Но в 2010 году по распоряжению главы города был открыт архив Владивостока. И сегодня его работники празднуют шестилетие важного хранилища. Памятным знаком 155 лет городу Владивостоку и подарочной книгой награждаются сотрудники архива города Владивостока. Главные архивисты отдела использования документов. Ежова Татьяна Алексеевна. Кроме архивных дел, уже не существующих предприятий, сюда передают различные правовые акты администрации и Думы Владивостока. Здесь хранятся все постановления и решения главы города с 1992 по 2009 год. А самому старому в архиве документу почти 100 лет. Это приказ о приеме на работу учителя одной из местных школ в 1917 году. Пригодиться может любой документ из хранилища. Так, за помощью в прошлом году в архив обратились более 6 тысяч человек. Обращаются как граждане, так и юридические лица. По направлениям, допустим, по гаражам, судятся по квартирам. То есть арбитражные суды приходят, запросы к нам. Различные юрисдикции. Также вплотную с нами работает правовое управление администрации города Владивостока. Общая длина полок на стеллажах для хранения документов более полутора километров. Чтобы хватало места для хранения архивных бумаг, здесь установлены специальные мобильные стеллажи, с которыми легко управляется даже женская половина работников архива. На специальных стеллажах документы хранятся строго при определенной температуре от 17 до 19 градусов и влажности от 50 до 55 процентов. Так они долго смогут оставаться в целости и сохранности. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.